Снова приветствую вас из Финляндии. В этом видео я пройдусь по магазинчикам своим любимым хендмейд и поразглядываю фильмов, которых, кстати, совсем скоро будет не видно из-за обилия смуглых лиц и черных хиджабов. С ними мы столкнулись уже на границе. Из трех микроавтобусов мерседесов с питерскими номерами вышли несколько мужчин с золотыми цепями на волосатых руках и по три-четыре женщины в черных хиджабах. Они тщательно прятали лица. А у одной хиджаба был из тонкого шелка, его сдуло ветром. Черные арабские глаза на пол черного лица. И скорее снова натягивать тряпку. А вокруг них бегал, суетился, открывал двери шофер в костюмчике. По виду совершенно питерский паренок. Интересно, они высорывают мне глаза? Молы. То есть налаженная переправка платежоспособных и небедных таких беженцев. Цифр не знаю, но визуально их в Хельсинки уже так много, что скандинавский колорит этого города, особый северный такой стиль его жителей, начинает понемножку размываться. Да даже и не понемножку. Допускаю, что не все они бедные, как цыгане. Но когда мы зашли на вокзал, один такой схватил меня за рукав и что-то там по-английски. Я ему I don't speak. Он перешел на испанский. Я ему я вообще don't speak. Вот так вот в наглую выпрашивают деньги в центре вокзала. Молодые, здоровые парни. Вот один из них это был. Вот еще на саксофонах играют. Я его издали на транспокаторе снимала секунд 10. А когда развернулась, он кинулся мне вслед. Но увидев, что за мной идет Олег, заорал на всю площадь, видимо, проклятие на своей тарабашине. Но афины, наоборот, радуют. Очень стильные, элегантные и главное, они свободны внутри своего стиля. Мне так радостно, когда вижу таких вот женщин в шляпках. Или молодежь, такую яркую, разноцветную. Вот правда, очень классно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А я посмотрю, какие рукодельные штучки здесь есть. Кожаные украшения. Какие шапочки. Вот с пипочкой. Интересно. С пипочкой. В общем, меня из-за прически не видят. Но идея мне очень нравится. Если убрать прическу, то, наверное, будет классно. Мне такая нравится. Это штука... На буденовку, похоже. Это штука вяженная, а то такая сваленная и приваленная шерсть. Вот эти вот красивые горошки. А вот пока без этой штуки. Так? Да. Там было лучше, да? Матеранно? Так стоит. Классно. Классно же, да? Мне нравится. И чапать в ней. Очень мне нравится. Омные планы. Так, а стоит на 38 евро. 38 евро. Очень шикарно. Красный. 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 Ну, вот так. 36 евро. Делает это. Это хендмейт. Пиппо старый. Это имя мастера, который делает это. Шучки. Это валеная штука. В обрамлении какой-то. Я даже знаю, что это. Это молния. Это использовано молния. Есть эти красивые. Они такие тяжеленькие. Но это на фетре. Фетре вроде. Вообще даже не знаю. Ну, в общем, такая вот вещь. Ну, это эти курочки, но шильные. 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 Как тебя? Продавщица мне сказала, что все эти висички сделала та женщина, которая сидит с вязанием за прилавком. Надо однотонное черное. Что такое? Однотонное черное и серое. И несколько таких разных цветов. Вот так. Сделать. Будет очень классно. Ну, вот я вот это возьму. Такое штуку. Вот такое штуку. И ту шляпу. Горошек. ПОДПИСЫВАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Стокман мы зашли? Мы зашли в Стокман и куда мы пойдем? В скидышную Олег хочет в скидышную, я не знаю где он ее нашел, где он ее увидел Где скидышная? Ну вот тут, там была написана А, ну давай, пойдем Кто? Жилетки Жилетки, кстати Ну посмотри, жилетка ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 В нем какая-то есть, цитрусовая нотка, даже чуть-чуть от манго, ну чуть-чуть совсем, мне он нравится. А еще чуть-чуть дыня в нем присутствует, как тебе нравится? Так это то же самое, что я тебе сейчас давала. Манго лучше. Ну, манго. Да не, ну когда он выветрится, ничего, а так резки больно. В общем, мне понравился же этот, но манго в чистом виде пахнет, потому что у тебя в карманах написано свежая манго. Ну, манго. Ну, манго. Эту девушку я заметила с другой стороны улицы. Ну, и типажик, думаю. А потом смотрю, тут целая фотосессия. Видимо, снимали для журнала. Прикол в том, что когда эта фотомодель открыла рот, я услышала глубокий баритон. За этой фотосессией наблюдали продавцы из углового магазина сувениров. Там оказались все наши. Ну, вообще-то, что-то, не знаю, может быть, это все-таки женщина была? Нет, не будет. Да? У него как-то здесь возлещение было. А такие достаточно тугие, все шпанишки. Лучки. Где лучки-то? О-но-но. Голос мучается. А, голос. Я пыталась услышать, что он там говорит, но не услышала. Не могу рассказать. Вот такая вот. Ой, сколько она стоит сейчас? Один, двенадцать. Двенадцать. Телебрки. Ну, тут Митя поимел свою минуту славы. Он по разным странам ездит. Смотрит, фотографирует. У него паспорт есть. Его везде пускают. У него Чикивара футболка? Это его политические взгляды. Да, 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 номеретик и так далее. А это значок с Лениным. Ага, прекрасно. Он его купил в Самарканде. В Самарканде. Да. И с вами везде ездит, да? Ага. Классный товарищ. Потом, да. Звездочка для Ленинской. Звездочка. А вот рюкзаком. Давайте, прекрасно. Кожаным, кстати. Ага, ага. Аппарат настоящий прям. Пока. «Скавал nudки» Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...